Традиционное августовское совещание работников образования началось с прямого включения из Астаны, где заместитель премьер-министра Тамары Дюйсенова, зачитывая свой доклад, сообщила, что предстоящий учебный год в Казахстане завершится 25 мая, а не 30-го, как было в этом. Однако к вопросу о продлении все же планируют вернуться через пару лет. В этом году формат августовки решили изменить. В каждой области своя тема для обсуждения. В нашей – развитие инклюзивного образования. Здесь говорили о проблемах и достижениях в этом направлении. Сегодня у нас в республике 188 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. И, конечно, в инклюзивном образовании есть свои сложности и особенности. Таких деток нам нужно охватить образованием. Мы к этому стремимся. Кабинеты инклюзии открыли в каждой области, но их недостаточно. Есть проблемы и с кадрами. Это должны быть специально обученные люди. Поделиться своими достижениями приехали гости и из других регионов. Наш опыт заключается в том, что у нас была принята региональная дорожная карта по развитию инклюзивного образования. В рамках этой дорожной карты было выделено около 2 миллиардов тенге. Это нам позволило в комплексе решить вопросы по созданию условий в организациях образования. Во-первых, это были открыты кабинеты поддержки инклюзии. 170 таких кабинетов. Как отметила Шулпан Женисова, за последние два года инклюзивное образование в их области шагнуло вперед. В наш регион она со своими коллегами приехала для того, чтобы обменяться опытом. К слову, в Кузнайской области на сегодня 9,5 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Для их поддержки работают 24 организации. Но этого недостаточно. У нас проблемы с детскими садами для детей с нарушениями зрения. Вы сами это знаете, потому что наши дети отправляются в Караганду учиться. Мы приняли группу с нарушениями зрения, отучили их в садике и потом посадили в первый класс в прошлом году. В этом году они уже идут во второй класс. В этом году мы принимаем еще одну группу в первый класс и будем обучать этих детей. Анна Зыкова приехала на совещание из Рудного. С особенными детками она работает уже больше трех лет. Молодой педагог рассказывает, что за это время им удалось добиться больших успехов. Половина учеников из инклюзивных классов перешли учиться в обычные. Есть и другие достижения. Кабинет поддержки инклюзии позволил нам в полной мере изучить понятие двойная исключительность. Двойная исключительность это о том, когда ребенок с особыми образовательными потребностями, он одарен. То есть вот я заместитель директора по работе с одаренными детьми и вот я непосредственно с этим связана. У нас есть дети, которые в том числе с расстройством аутистического спектра, которые принимают сейчас участие в мероприятиях, конкурсах наряду с общеобразовательными инновационными школами. Проблема инклюзивного образования в нашей области, по мнению специалистов, это нехватка кадров. Для каждого особенного ребенка нужен педагог-ассистент, а их в области очень малом. Поэтому сейчас управление образования намерено проводить работу по привлечению таких педагогов.